Видения греческого старца были изложены в 2008 году неким человеком из Греции, который в сентябре 2007 года посетил Эвбею, чтобы получить ответы на мучавшие его вопросы о грядущих судьбах мира. 2. Опуская многочисленные эмоциональные комментарии этого посредника между старцем и читателями, считаем необходимым привести преподанное ему напутствие. 3. Ты должен подготовить свою собственную душу, сказал старец, потому что никто не знает, что может произойти завтра. 4. Уповай на Бога и предстательство святых, особенно при Святой Богородице. 5. И другое. Нынешнее поколение удалилось от Бога, от Божественной благодати. Каждый из нас думает, что может все и способен достичь успеха без помощи Бога. Главное, чтобы технологии были на высшем уровне, а кошелек полон денег. Тогда решатся все проблемы. Но именно этот технический прогресс уничтожит нас. 5. Грядущее бедствие. Виденье старца Афанасия. Источник. Кончина мира. Пророчество. Николай Посадский. 2015 год. Все, о чем писали святые нашей церкви, произойдет в точности до самой последней детали. Старец сказал, что в молодости он прочел пророчество святого Косьмы Эталийского и был поражен. Он начал молиться и просить Бога, тогда еще не осознавая всей серьезности просьбы, а открыть ему, когда произойдут предсказанные события. Но посетив Афон и поговорил с одним старцем, он понял свою ошибку. Только Господь решает, кто достоин милости откровения. И вот однажды вечером, когда старец молился, это было в тот день, когда турки убили кеприотов Соломаса и Исаака. Перед его внутренним взором, словно кинолента, стали разворачиваться грядущие события. О семи войнах. Каждая из войн будет еще более жестокой, чем предыдущая. В каждую из войн будет вовлечено все больше государств. И таким образом война будет охватывать все большее пространство земного шара. Между войнами будут периоды мира. Жители государств, вовлеченных в войны, будут молить Бога о помощи, но их молитвы не будут услышаны. Жители государств, не участвующих в войнах, не будут вразумляться несчастьями своих соседей, но вместо этого будут стремиться к войне и разрушению, чтобы отомстить своим врагам. В конце концов война охватит весь мир. Повсюду воцарятся голод, разруха, несчастья, мятежи, грабежи и болезни. Первая из войн была та, что произошла в Грузии. Греция предоставит свое войско во власть грядущего избранного царя. Россия выдержит еще одну провокацию – нападение со стороны Грузии. И на этот раз уничтожит Грузию полностью. К несчастью, потери мирного населения Грузии будут ужасающими. Пока русские будут воевать в Грузии, украинцы, подстрекаемые американцами, также начнут грубо провоцировать Россию. Турция позволит американским судам и самолетам заходить в ее проливы и воздушное пространство, чтобы наносить удары по России. С этого момента начнется обратный отчет для Турции. Очень скоро русские победят украинцев. Говорят точнее, мало кто из украинцев согласится воевать с русскими. И будут с радостью встречены с жителями украинских городов. Над Украиной и Черным морем в первый раз произойдут воздушные бои между русскими и американцами. И русские одержат сокрушительную победу. В Турции установится диктатура. И в это же время поднимут восстание Корды. Наступит всемирный экономический кризис. Экономические системы государств будут рушиться одна за другой. Будут остановлены платежи. Произойдут народные мятежи на почве экономики. И жители Европы будут отказываться от службы в армии. В следующем году в это же время, или самое позднее в октябре, Америка и Израиль атакуют Иран. Война начнется снизу по причине защищающего Грецию благословения. Но война будет идти и в непосредственном соседстве от нас. Албания, Хорватия, Босния, Америка и НАТО против Сербии и России. В Греции в течение нескольких недель пойдет правительство. И мы пойдем на выборы. Вот тут-то правящая в Турции хунта нападет на нас. Когда произойдут эти события, помните о двух вещах. Никогда не предавайте, никогда не отрекайтесь от Христа и Родины. Черное море станет русским озером после того, как будет завоевана и Турция. Турция будет первой страной, которая испытает на себе русское секретное сверхоружие. Русские, встретив сопротивление со стороны турок и торопясь победить их, пока НАТО не успела оказать Турции помощь, уничтожат эту страну целиком. Еще раньше русские войдут в Грузию, Украину, Армению и Азербайджан, оттеснив американские войска. На севере русские вторгнутся в страны Скандинавии, Финляндию, Швецию, Норвегию и завоюют их. Это произойдет, потому что, хотя эти страны формально будут хранить нейтралитет, именно с их территории будет нанесен первый серьезный удар по России, жертвами которого станут мирные жители. Кара, которая постигнет эти страны, ужаснет все человечество. Затем русские войдут в Польшу, Чехию, Словакию, Румынию и Молдавию. Население православных балканских стран поднимет восстание, свергнет своих продажных правителей и заключит союз с Россией. Это будут сербы и румыны, но не болгары. После этого русские пойдут на юг, чтобы помочь своим союзникам, арабам и особенно иранцам в войне с американцами. Американцы к этому времени после жестокой борьбы овладеют всем побережьем Ирана, но не смогут продвинуться вглубь страны, так как персы будут отчаянно сопротивляться. Русские пройдут по всей Персии и разгромят американско-натовские войска. Затем они вторгнутся в Ирак, Сирию, Иорданию, Ливан, Кувейт и, наконец, в Израиль. В это время США и Израиль сделают первую попытку применить ядерное оружие, но русские нейтрализуют его. Это вызовет перебои с энергией и коммуникациями во всем мире. Затем русские войдут в Египет и захватят Суэцкий канал. Во время наступления на Ближнем Востоке русские войска пройдут и через Грецию, но не причинят грекам ни малейшего ущерба. К тому же через Грецию войска пройдут очень быстро. Эта способность быстро перемещать значительные по численности войска на большие расстояния будет большим преимуществом русских. Это будет возможно благодаря воздушным аппаратам новой неизвестной конструкции, похожим на летающие тарелки. Затем русские войдут на Балканы, чтобы помочь сербам против нападающих на них натовцев, а также мусульманских и католических балканских государств. И одержат победу. Сломит русских и вынудит их разделить свои силы только одна вещь – предательство китайцев. Хотя вначале Китай будет на стороне России. Через некоторое время, прельстившись с самой большой в истории взяткой, властью над территорией всей Сибири, китайцы отведут свои войска и, что еще хуже, позволят войскам союзников нанести русским удар в спину. Те ничтожества, что не послали свои войска на помощь русским, теперь пошлют их против героической греческой армии, которая под предводительством богоданного царя Иоанна примет участие в битве в Армагеддоне. Но здесь их ждет полное поражение от небесных ангельских сил, которые разгромят их. Царь Иоанн, воссев на трон, продолжит воевать. На этот раз против китайцев. Греческая армия вместе с несколькими союзниками из числа православных государств, то есть 100-150 тысяч человек, против армии в 200 миллионов. Могла бы она разгромить врагов, если бы не явное вмешательство Господа. Огонь, который сойдет с небес и растопит китайцев, так мне описал этот старец, принесут славные слуги Господни, святые ангелы. Победив китайцев, государь будет биться против всех мусульман. Сначала в Азии, а потом в Северной Африке. Но мы еще не окончили говорить о Первой войне. Русские введут войска в Восточную Фракию и азиатские земли напротив. Западные войска высадятся в Албании. И по паре Игнатиевой дороги, значительная часть которой, впрочем, будет к тому времени разрушена, начнут продвигаться на восток. Но поскольку им будет трудно продвигаться по разрушенным путям, разбомбленные дороги, взорванные мосты, постоянные атаки русских, они примут лукавое решение. Запад направит большую часть своих войск по Игнатиевой дороге у нас в Греции. Это произойдет, во-первых, потому что Греция будет нейтральным государством, и ее дороги не будут разрушены. А во-вторых, потому что Греция будет неформальным союзником России. Русские не решились бы нанести удар по союзному и дружески настроенному государству. Так и произойдет. Но союзники будут страшно ненавидеть греков за то, что они не стали воевать против русских, и потому не понесли никакого ущерба, в то время как у них на Западе их собственные страны будут практически уничтожены, и многие их близкие погибнут. Горе грекам, которые попадутся им в руки. По самым ничтожным причинам, например, за ответ на вопрос, близко или далеко город, который они будут задавать каждому крестьянину или пастуху, греков будут пытать до смерти. Западные войска будут отклоняться от своего пути и нападать на большие и маленькие города. Повторятся все гнусности крестового похода. Западные солдаты будут грабить дома, насиловать женщин всех возрастов, убивать людей, жечь храмы. Они будут глумиться над священниками, и бедствия будут следовать одно за другим, потому что как только уйдет один западный отряд, вслед за ним на то же место подойдет следующий. Единственным спасением будет бегство в горы или леса. Горе старикам, беременным, маленьким детям и коллегам. Но новых крестоносцев постигнет тяжкая и гибельная кара у стен Константинополя. Последующие дни начнется, будет искусственно вызван всемирный экономический кризис, в результате которого рухнет система кредитования. НАТОвцы, поскольку на Эгнатиевой дороге образуются заторы, старец сказал мне, что войска будут насчитывать около трех миллионов человек, пошлют некоторую часть своих войск через Фессалию. Ужасные бедствия ждут жителей областей, по которым они пройдут. Деревни в долинах будут уничтожены, потому что у них нет никакой естественной защиты. Спасутся только деревни у подножия гор Олимп и Кисовоз. Войска, идущие через Фессалию и по Эгнатиевой дороге, соединятся возле Фессалоник. Город вновь будет захвачен. Гнусные зверства ожидают его жителей, которых, к счастью, в городе к тому времени останется мало. Во время краткого по времени греко-турецкого столкновения не погибнет ни один греческий воин. Но некоторые будут ранены. Солдаты будут постоянно держать палец на спусковом крючке. Будет перестрелка из ружей и пушек, особенно на островах. Но все это будут неорганизованные атаки. Нас сохранит Божий покров, а затем просвещенное военное руководство, которое уже готовит оборонный устав государства в соответствии с грядущими событиями. Турки планируют захватить много крупных греческих островов. Одновременно они поднимут мятеж среди экономических иммигрантов, своих единоверцев, предоставим им вооружение, которое уже заготовлено в определенных местах в нашей стране. Задачей мятежников будет вредительство, взрывы мостов и дорог, поджоги, порча водопроводов и питьевой воды. Из информации, которая будет поступать туркам, они поймут, что попытка овладеть греческими островами будет равносильно трагедии. Тогда они попытаются действовать внезапно, атаковал материковую Грецию. Турки погрузят свои войска на корабли и направятся к местам высадки, от Ковалы до Афин. Они будут думать, что мы бросили все свои войска на защиту островов и оставили побережье незащищенным. Они будут в двух шагах от цели в шести морских милях от побережья. Тут их настигнет гибель. Видя, что захватить острова невозможно, турки нападут на Кипр. Там произойдут жестокие бои, будут большие потери как в рядах войск, так и среди мирных жителей. К счастью, скорое наступление русских войск вынудит турок отвезти все свои войска, чтобы защищать свою страну. Тогда греческая армия Кипра освободит оккупированную территорию. К сожалению, будут иметь место этнические чистки. К сожалению, Америку ждет полное уничтожение. Из 300 миллионов населения, которое имеется там сейчас, 90% погибнут по различным причинам, связанным с войной. Все это будет по Божьему попущению. Когда я спросил старца, как же Господь позволит, чтобы один народ, русские, наступал там-то, вторгся туда-то, он ответил мне, что все войны, в которых будут участвовать русские, будут вызваны провокациями, на которые русские и будут отвечать. То же и с турками, чтобы потом они не могли оправдаться перед Господом, говоря, что мы сделали плохого, «Зачем ты уничтожил нас своим орудием, русскими войсками?» Господь скажет им, «Вы сами, без всякой причины, напали на греков. Это ваше наказание». Из этого ответа старца я понял, что турки должны напасть на Грецию по собственному желанию, чтобы вступил в силу закон Господней справедливости. Всемирный кризис начался. Он будет то увеличиваться, то снижаться. Враги пытаются посеять в человечестве отчаяние и панику. Многие ли из наших сограждан захотят прислушаться к духовным советам духовников, когда потеряют свои вклады и сбережения, когда их будут увольнять с работы, когда проценты по их кредитам увеличатся в 10 раз за одну ночь? После первого взрыва кризиса через некоторое время будет казаться, что все находится под контролем. Тогда будет нанесен новый удар, еще более жестокий и безжалостный. Люди будут кончать жизнь самоубийством на рабочем месте и дома. Будут грабить и поджигать магазины и банки. Экономика рухнет. Будут введены невиданные налоги. Даже за домашних животных, кур, кошек, собак, надо будет платить налог. Но градущая война перевернет все. Старец сказал, что мы не должны пытаться сохранить деньги, драгоценности, драгоценные камни. Пусть все это пропадет. Эти вещи нас не спасут. Не бойтесь, не робейте. Когда наступят эти события, говорит старец, Господь наш, Его причистая Матерь и все святые взялись за руки и окружили Грецию. Всякое враждебное действие против нас потерпит неудачу. Те, у кого есть духовник, пусть советуются только с ним. К тем, кто не имеет духовника, не верит в Господа, будут обращены спасительные и душеспасительные послания церковных иерархов Греции, принятые на неочередных соборах. Когда пройдет первая буря, пусть каждый запасется всем необходимым. Пусть у каждого члена семьи будет все необходимое. Вы, у которых есть благословенное преимущество знания о грядущих бедствиях, а также о возрождении нашего народа, сказал старец своим духовным детям. Помните о вашем священном долге помочь каждому христианину, который постучится в вашу дверь. Вы будете давать даже от бедности своей, а не от избытка. Да будет проклят тот, кто откажется помочь христианину, тот, кто подумает только о собственных детях и оставит чужих детишек умирать. Рука, стучащая в вашу дверь, будет не только рукой голодного, но и рукой ангела, который будет испытывать вас по велению Господа. Проклят да будет тот, кто потребует деньги за то, что приютит гонимых, кто обесчестит женщин. Благословение Господне да будет на всех вас, кто откроет свои дома. Вам будет казаться, что запасы пищи кончаются, но они никогда не кончатся. «Ангелы Господни будут указывать вам, где найти пищу. Всегда имейте с собой святую воду. Стоит вам добавить одну ее каплю, даже умутную воду, и произнести молитву, как вода станет пригодной для питья». Однажды компания военных ждала старца у ограды в Панагуде. Наконец они увидели, что старец идет к ним. Он открыл проволочную дверь ограды и поприветствовал военных. Затем он усадил их под деревом и начал разговор. Кто-то из военных сказал, «Батюшка, я больше так не могу, я уйду в отставку». Старец повернулся, посмотрел на него и сказал, «Нет, ты не уйдешь. Ты будешь командовать обороной нашей страны, когда на нас нападут турки». Все в изумлении переглянулись. «И когда же это произойдет, батюшка?» «Когда придет время, есть шпинат», ответил старец и поменял разговор. С тех пор прошло много лет. Старец Паисий скончался, а тот офицер остался в армии и получил повышение. Это нынешний глава генерального штаба национальной обороны. Господин Грапсас. Такую вот историю рассказал один монах-святогорец, не торопясь, с улыбкой, и закончил рассказ такой фразой. Пусть это, наконец, произойдет, потому что не может и дальше продолжаться то, что сейчас происходит. Сильные мира сего будут выступать перед народом и притворяться, что беспокоятся, что жалеют простых людей, будут встречаться друг с другом и принимать меры по решению экономических проблем. Но в то же время тайно они будут делать все возможное, чтобы довести граждан и экономику до полной разрухи, чтобы привести людей в отчаяние, превратить их в животных, готовых на все ради куска хлеба. Тот, кто сможет причинить больше вреда, получит большую награду. Их хозяева, слуги тьмы, уверяют их, что все уже находится под их контролем, и их ждет вечная власть. Какой бы моральный порог ни был у каждого из правителей, хозяева дают ему возможность удовлетворить этот порог всеми возможными способами. А если кто не согласится, во всем слушаться их. Того ждет позор и снятие с креста. Но на высших уровнях власти тьмы царит ужас и смятение. Они видят, слышат, чувствуют, что на востоке начали спускаться, парить, приближаться войска, облаченных в белое мужей. Спасение человечества в руках Господа нашего. Некоторые из правителей не будут сотрудничать с силами тьмы и не станут их слепыми орудиями. В душах их заговорит отчасти христианская вера, отчасти любовь к родине и отчасти любовь к своим семьям. Они будут оказывать противодействие, на них ополчаться, их убьют. Это будет представлено как самоубийство. Старец скрывается, он избегает публичности. «Приготовьте свои души», – сказал он мне. «Грядущие испытания требуют большой веры и большого терпения. Господь наш, Иисус Христос, с нами».